Пам-пам, у микрофона Карина! Сегодня хочу рассказать об игре Contra Force, которая вышла на NES в 1992-м. Изначально эта игра должна была выйти под названием Arc Hound, но вот хуй вам. Кунами под конец разработки решила наебашей много денег, используя знаменитый бренд. И игра внезапно стала Контрой. На данный момент Contra Force выкинута с лора серии. Почему? Потому что с ней всё, сука, становилось сложно. Потому что действие игры происходит нихуя не в будущем. И вместо ебашилова с пришельцами, игра повествует криминальную драму. Но изначально это всё же спин-офф с тем самым городом Neo City, что и в Country 3, но в другое время. Короче, всё пиздец, как сложно. Сюжет игры стартует в 1992-м, а Control Force называется Центр оперативного противодействия организованной преступности. И их целью есть заебоший криминальный синдикат DNME. В начальной катсцене Бёрнсу звонит информатор и сообщает, что руководители разведки угрожают, и ему нужна помощь. И когда Бёрнс добирается до порта, обнаруживает, что информатору уже не нужна помощь, потому что его завалили к ебёной матери. Собственно, в этот момент и начинается первый уровень. Несмотря на то, что игра представляет из себя Run and Gun слева направо, с парой уровней с видом сверху, как в предыдущих частях Контры, Более детально были проработаны персы. Здесь у каждого свой набор оружия. Какое оружие и так видно на иконках выбора, поэтому не буду на этом останавливаться. И не только оружие, даже скорость и высота прыжков зависят от перса. Кроме того, их можно менять в меню паузы. Там же можно призвать к себе пару секунд напарника под управлением искусственного интеллекта. И не только призвать, а даже дать команду тип ебашь всех, кто впереди. И это можно делать практически везде и бесконечно. Странно, что нет хака, в котором бы те пару секунд превратили в бесконечность, потому что постоянно спамить паузу ради подмоги – та ещё херня. Кстати, о графоне. Это… ммм, пиздец. Разрабы переборщили с графоном, и уже с двумя врагами на экране игра пиздец как лагает. А иногда даже перестрелка превращается в слоу-мо в духе Макса Пейна. Зато всё очень охуенно выглядит. Сейчас на эмуляторах с разгоном процессора вполне можно сыграть без слоу-мо. Но никаких гарантий, что разгона логика игры не наебенится, и игру будет нельзя пройти. Нет. Боссы в игре довольно интересные. Во всяком случае, на фоне стены, которая по вам стреляет с предыдущих частей. Но есть одно но. Это же гриминальная драма без фантастики. Что при этом не мешает боссам быть в пару раз больше вас, хотя не такие же люди. И смотришь на это и думаешь, чё, бля, с ними не так? Или они на стероидах сидят, или главные герои на конфискованной наркоте. Но что-то здесь точно не так. В игре, кстати, есть забавный глич, который легко делать. Если подпрыгнуть и нажать паузу, и снова прыжок, вы отпрыгнете от воздуха. И это можно делать бесконечно, и даже скипать целые части уровней этим. Уровни очень захватывающие, и экшен очень правильно нарастает. Начинается ведь всё с перестрелки в порту, и потом на стройке, и вот вы уже ебашите по крыльям самолётов, прыгая с одного самолёта на другой. Есть и моменты, что вносят разнообразие. Вроде лифтов или покатушек на катере. Многие объекты окружения интерактивные и могут падать, взрываться. То, что в эти моменты игра пиздец как лагает, это херня. Выглядит это заебись. И кроме того, здесь есть даже тот самый босс, которого все пиздец как не ожидают увидеть. Да-да, здесь есть босс-вертолёт. Сам довольно запоминающийся, и сейчас есть множество каверов на музыку с игры. В общем, рекомендую. Относительно других игр серии Contra, эта часть лёгкая. Шедевр, в которую можно даже вдвоём поиграть. Топ-графика и множество запоминающихся моментов. Ну а лаги-то хуйня, с ними даже проще играть. Слово, може. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok